Профессия медработника несоизмерима ни с одной другой, ведь это люди, которые сохраняют и продлевают жизнь, заботятся о самом ценном для нас каждого – здоровье. И очень важно, чтобы медицинская помощь в любом, даже самом маленьком населенном пункте, на любой территории была оказана на должном уровне. Лечебная сеть учреждений здравоохранения нашего района представлена круглосуточным стационаром на 87 коек. В здании Кашхабльской районной больницы одной из наиболее наболевших проблем долгое время являлась образовавшаяся вследствие несоблюдения строительных норм трещина на самонесущей наружной стене лечебного корпуса, которая проходит через три этажа и полностью захватывает технический этаж. В 2015 году при финансовой поддержке Министерства здравоохранения Республики Адыгея была проведена экспертиза на сумму 230 тысяч рублей и подготовлен проект необходимых ремонтных работ за счет собственных средств больницы в сумме 300 тысяч рублей. В целях предупреждения аварийной ситуации Министерство здравоохранения нашей Республики выделило 3 миллиона 900 тысяч рублей на проведение строительно-монтажных работ по укреплению наружной самонесущей стены лечебного корпуса. Подрядная организация «Строитель» выиграла аукцион и провела необходимые работы в терапевтическом и хирургическом отделениях. Своевременно и качественно подрядная организация выполнила поставленную задачу. Начиная с третьего этажа и кончая первым этажом, снаружи поставили специальный такой каркас, к которому потом хомутами железными, которые за всю стену, через всю палату, вот этот, представляете, вот этот хомут этот железный, через всю палату, вот, в терапию выходит прямо в коридоре, у нас меньше и в детском отделении также через все эти стенки стянуто вот так вот. И в результате, чтобы удержать эту, все 10 палат, вот, считая ординаторскую, все, что вот здесь находится, с этой стороны, все это было закреплено единым каркасом. Теперь, я думаю, не будет у нас уходить стена. И более того, еще там сверху разбирали. Вот, и там все тоже это укрепляли, потому что стенка уходила. Работа пройдена очень большая. Свою лепту в ремонт внесли и сами медработники, которые оказывали посильную помощь в покраске и побелке здания. Теперь пациенты наблюдаются в уютных, чистых, отремонтированных палатах.